Здравствуйте, друзья! У нас вопрос по поводу изучения английского, и Светлана его зачитывает. Я Вика из Украины, мне 22 года. Хочу задать вам вопрос по поводу английского. Казалось бы, так много сказано уже на эту тему, но мне все время не дает покоя и волнения по этому поводу. Иммигранты, говоря об английском, рассказывают разную историю. Кто-то учил его за три года до отъезда, кто-то за пять месяцев, а некоторые из них, в том числе и вы, как я понимаю, приехали в США и вовсе без него. Правда? Ну, это не совсем так. Для тебя не правда, для меня правда. Создается такое впечатление, что английский на всех нападает. Мне очень нравится слово нападает. Не знал, приехал в Америку и заговорил, как ни в чем не бывало. Не понимаешь всех на свете. Я прекрасно понимаю, что так не бывает, поэтому меня озадачивает, как можно жить в англоязычной стране с плохим знанием английского или вовсе без него, если не ехать целенаправленно в русское язык. Я была несколько раз за границей и понимаю, что без английского можно отдыхать, путешествовать и развлекаться, но ведь все отели созданы для того, чтобы туристов понимали с полуслова. Но как же можно именно жить без языка, когда необходимо разрешать серьезные вопросы и задачи, устраиваться на работу, пусть даже не квалифицированные, открывать счета в банке, консультироваться и так далее. В общем, делать все то, чем непременно сталкивается каждый новоприбывший человек в другую страну. Ко всему этому я понимаю, какие трудности нужно преодолеть, и вряд ли в эти моменты будет хватать времени на продолжение изучения языка, уделяя ему столько времени, как прежде. Я изучаю английский язык на протяжении двух лет, уделяя каждый день не менее пяти часов. Мой результат таков, что я могу изъясняться на элементарном уровне и воспринять на слух только четкую, медленную и внятную речь. Поэтому считаю, что моего уровня недостаточно для того, чтобы эмигрировали. Но моя мама говорит, что я рассуждаю глупо, указывая мне на то, что миллионы людей уезжают вообще без знания, даже алфавита и нормально живут. А я со своим английским ниже среднего. Боюсь, она у меня одна из тех, кто верит, что английский не зайдет на нее в среде всяких усилий. Хочу уточнить также, что использую практически все самые популярные методики английского. Учу по 30-40 слов в день из контекста фразы. Смотрю фильмы и разбираю речь. Слушаю аудио уроки Кимслера. Изучаю грамматику, но в основном делаю наклон на устном изучении. Много проговариваю, много слушаю. Что вы можете сказать по этому поводу и, может быть, вы можете указать мне на мои ошибки в изучении. Есть сильное желание и сила воли, много потраченного времени, но результаты оставляют желать лучшего. Заранее благодарю. Ну, первое, что бы я сказал, что... Ну, я скажу, а потом ты продолжишь. Значит, первое, что бы я сказал, это то, что те результаты, которые у девушки... Как зовут девушка? Есть там Вика? Вика. Те результаты, которые есть у Вики, они поразительно низкие, при том инвестменте времени и усилий, которые она совершила. Приложила в это дело. И это как раз и есть то, что показывает, что это не путь. А вот когда человек в эмиграции, когда он в среде находится, он не тратит даже близко столько времени на изучение языка, но он его подхватывает по необходимости. Он разговаривает с людьми, ему деваться некуда. Он разговаривает, он набирается. И вот, собственно, вот так и происходит. Я думаю, что Вика, оказавшись вот с тем колоссальным набором, который у нее есть, если у нее 40 слов, она в день учит, оказавшись в среде, она как ракета взлетит. Ей просто вот этого и не хватает. Я хотела бы сказать вот что. Дело в том, что язык, это вообще изучать язык, это занятие довольно-таки сложное, как Вика сама понимает, изучая в течение двух лет, там, по 5 часов каждый день. Но дело все в том, что когда ты находишься в эмиграции, особенно если как-то только приезжаешь в эмиграцию, тебе весь этот объем языка не приходится использовать. Язык на месте изучается тематически. Почему люди осваиваются в течение какого-то довольно короткого периода времени? Потому что они не изучают весь язык, который очень большой. Они изучают тематично это все. Им нужно открыть счет в банке. Они немножко подноблатыкаются, они научатся открывать счет в банке. Им нужно прийти в магазин, понять, что сколько стоит, они поймут, что сколько стоит. Им нужно поговорить на тему трудоустройства на работе. Для них и эта тема через какой-то промежуток времени станет доступна. И у них, как лоскутное одеяло, язык в целом будет складываться из этих лоскутков и постепенно сшиваться более общими фразами, которые у них были из прошлого опыта, или они здесь смотрят кино, читают и так далее. Что касается Вики, во-первых, первое, что хочу сказать, у всех людей разные способности к изучению языка. Кто-то подхватывает язык на раз, на слух, кому-то нужно очень много времени, чтобы заучивать слова. Это первый вопрос. И второй вопрос, это то, что отношение человека к знанию своего языка может быть тоже различным. Есть люди, которые называются у нас perfectionists. Они хотят, чтобы у них все было идеально. Они не могут остановиться и чувствовать себя бескомфортно, если они не супер-пупер-тупер в любом деле, чем бы они не занимались. Поэтому, возможно, у Вики просто завышенные требования к себе и к изучению языка. И даже те знания, которые у них есть, она считает, о нет, этого мало, этого недостаточно, я знаю все плохо, я едва-едва понимаю. И вот весь этот накопленный опыт окажется, что по приезде сюда, из нее вдруг действительно это все накопляет переход количества в качество. Оно вдруг взорвется, и она заговорит совершенно свободно на абсолютно все темы. То есть ты говоришь, что у нее не столько низкий результат, сколько у нее низкая самооценка этого результата. Я не знаю ее, но я говорю, что может быть, с одной стороны, это способности, когда человеку вообще труднее все дает, все это бывает. А с другой стороны, есть заниженная самооценка, которая говорит, ой, я это не знаю, я это не знаю, я хочу знать больше. И в принципе, это очень хорошее стремление знать больше и лучше, и одно другому не мешает. Поэтому, отвечая на вопрос, как люди, которые не знают вообще ничего, приезжают в страну и начинают съезжить, состоит именно в том, что они изучают не весь язык, а изучают его по тематикам. У нас, когда мы только приехали, и знакомые очень многие ходили здесь в колледже изучать язык, я просто удивлялась, насколько это вообще трата времени совершенно бессмысленная. Потому что, беря уроки по английскому языку здесь, в колледже, они ходят, это у нас называется Creative Writing, и их там учат писать эссе на тему «Первый полет космонавтов на Луну». Они в жизни своей, наверное, на эту тему, по-моему, не будут, и возникает вообще какой-то стресс, изучение каких-то слов вообще, которые, наверное, им не очень трудные термины. Академический, и есть язык прикладной для повседневной жизни. Да, да, да. И уж поверьте, написание про эссе про полет на Луну никак не приблизит их к поиску работы и к разговоре на тему вообще о своем собственном опыте работы, о своей истории и так далее. Я знаешь, что вспоминаю? Подожди, подожди, да я не закончила. А своя история, да, для того, чтобы искать работу, в принципе, делается как? Пишется очень короткий рассказ на английском языке, кто я, что я, откуда я приехал, что я умею, как я умею решать конкретные задачи. И поверьте мне, это совершенно небольшой объем английского языка, который можно просто вызубрить. У нас есть люди, которые просто вызубривали это все, вызубривали ответы на вопросы, вызубривали сами вопросы, чтобы понимать, что их спрашивают. И шли работать. И шли работать, и прекрасно работали. Поэтому не надо пугаться, если вы уже так долго занимаетесь языком, у вас, безусловно, произойдет адаптация, это то, что называется, с погружением. Там взрывной потенциал, конечно, да. И все у вас будет хорошо, даже не переживайте на эту тему. Я вспоминаю маму мою покойную, она была таким, знаете, коммуникатором легким, то есть она абсолютно легко вступала в разговор. И, ну, она уже была от пенсионного возраста, когда сюда приехала, и английский никогда в жизни не учила. Но у нее были способности, безусловно, к языкам. И она какие-то самоучители там изучала и слушала там какие-то пленки, я не знаю. На всякий случай она учила английский. Уже там лет 70 ей было. И вот она лечилась, ну, обслуживалась в медицинском плане, она обслуживалась в госпитале Стэнфордского университета. И там дают переводчика. Когда приходит человек, его там, значит, вызывают переводчика. И вот, значит, такая сцена. Я маму привез, поэтому я с ней там тоже нахожусь. Значит, переводчик и врач. Значит, мама говорит, переводчик переводит, врач говорит, переводчик переводит. значит и мама это все слушает в какой-то момент она начинает как бы отпихивать этого переводчика подожди и сама начинает поступать в разговоры и я слушаю с интересом потому что с одной стороны то на чем она говорит нельзя назвать английским хотя там есть какое-то количество английских слов но у нее там присутствует что-то из английского что-то из немецкого она очень хорошо владела немецким что-то у нее из юных лет там из языка идиш выскакивала что-то из международной лексики такой international который нас у всех там присутствует в голове в силу того что мы учились там в школах в университетах там и так далее поэтому и вот на этом мессиве она разговаривала легко свободно непринужденно не задумываясь ни на секунду какое слово там куда вставить это не без комплекса и ее прекрасно понимали она понимала врача врач понимал ее все абсолютно друг друга понимали вы можете сказать я не могу на таком английском разговаривать но я я же вас и не призываю у вас и не получится на таком вы не знаете может быть немецкого языка эти что но во всяком случае я говорю о том что когда люди не комплексуют их понимают все они понимают всех никакой проблемы в коммуникации нет вот представьте себе что американец выпил и русский человек выпил и они общаются понимаете они понимают друг друга вот а тут они еще и трезвые в общем-то поэтому я хочу сказать что девушка явно явно на себя лишнего как бы навесила его наговаривает нет но она искренне понимаешь но новое такое отношение но но пять часов в день 40 слов в день запоминать это же к 40 слов в день это она да но это 2000 сколько там тысячи 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 слов она у нее словарный запас она как шекспир может вот поэтому в воде лучше многих эмигрант лучше многих американцев это чего значит это там допустим даже на 250 без выходных она 250 дней в году по 40 слов 10 тысяч слов о жизнь вот поэтому ей именно чего не хватает это оказаться в среде это единственное что ей не хватает для того чтобы там через месяц-другой зачирикать как птичка плюс она молоденькая понимаешь у нее еще есть шанс и подхватить как бы фонетически язык и говорить но она наверное занимается не хорошая постановка мы не знаем мы не знаем но я оказавшись в среде ты подхватываешь и среды она может быть фонетически будет звучать если не как-то к родившиеся в америке но в общем-то с таким незначительным акцентиком каким-то маленьким скажу такую вещь например маленькие дети которые приезжают вообще ничего не естественно не понимают на английском языке определяют специальный класс может проходить месяц-другой они абсолютно свободно чирикуют они не говорят глубоко на темы но они подхватывают разговорную лексику очень в outcomes они не учат английские они просто говорят на нем loading то есть язык подпать язык можно учить учить и учить а можно подхватывать среде я могу сказать еще вообще никогда не учил английский язык я его только подхватывал я прочитал литературу по профессии я Я читал просто газеты, журналы, смотрел телевизор. Я не учил язык, я не знаю ни одного правила. Света училась в школе, она училась в институте. Она сдавала кандидатский минимум на английском и так далее. У меня это все было на немецком и на французском. Французский чуть-чуть, немецкий более-менее прилично я знал. Но вот и вот собственно и все. Я не знаю ни одного правила. Я по-русски ни одного правила не знаю. И по-немецки ни одного правила тоже не знаю. Хотя нас учили вот этим правилам, правилам, правилам. Поэтому мы боялись говорить на языке. Так, ну-ка, меняем полосочку. Так, вот и все. Счастливо я хочу пожелать успеха и самой девушке, и тем из нас, кто находится в процессе изучения английского. И я хочу успокоить тех, кто переживает. И я хочу немножко нагрузить тех, кто думает, что можно ничего не делать, и язык сам придет. Это тоже не так. То есть пока вы там, где вы сейчас находитесь, за пределами Соединенных Штатов, учите язык. Это самое лучшее инвестирование вашего времени, денег и так далее. Ни одна инвестиция вам не вернется так, как вот эта. Когда вы окажетесь в стране. Вот на этом я бы хотел закончить. Счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!